Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня мы продолжаем на портале экзегет изучение книги Левит. Точнее, сегодня мы оканчиваем изучение книги Левит. Когда я начинал этот цикл, я сказал, что это самая сложная книга в Библии. Для понимания. Но вот работая над этой книгой, я и мои друзья, мы убедились в том, что это интереснейшая книга, которая содержит в себе великие духовные наставления, большая часть из которых имеет отношение именно к христианам. Я вот хочу предложить вашему вниманию высказывание Григория Великого. О законе и Евангелии он пишет. «Все, о чем говорит закон, меньше того, что приказывает Господь». То есть в Евангелии. Таким образом, закон Божий, закон Моисеев, он подводит нас к мысли о необходимости не только светильники зажигать, но и самим пламенеть в духе перед Богом. Не только храмы строить, но и соседать храм собственной жизни. Не только посвящать Богу десятую часть от того, что мы имеем, но и самих себя посвятить Создателю. И последняя тема — это тема о лицах и об имуществе, посвященных Господу по обету. Как я уже сказал, по-настоящему Господь хочет, чтобы мы целиком себя посвятили Богу, но так как многие из нас, даже из христиан, не способны на это, то Господь как бы вводит людей в эту науку посвящения себя Богу. И мы читаем. «И сказал Господь Моисеев, говоря, «Объяви сынам Израилевым и скажи им, если кто дает обет посвятить душу Господу по оценке твоей, то оценка твоя мужчине от 20 лет до 60 должна быть 50 сиклей серебряных по сиклю священному. Если же это женщина, то оценка твоя должна быть 30 сиклей от 5 лет до 20. Оценка твоя мужчине должна быть 20 сиклей, а женщине 10 сиклей от месяца до 5 лет. Оценка твоя мужчине должна быть 5 сиклей серебра, а женщине оценка твоя 3 сиклей серебра. От шестидесяти лет и выше, мучине, оценка твоя должна быть пятнадцать сикелей серебра, а женщине десять сикелей. Здесь говорится о том, что некоторые люди, посвящая себя Богу, они не делали это буквально. Тогда существовало рабство, и человек мог, например, за долги сам себя продать в рабство. И была как бы приблизительная цена для каждого возраста, для каждого пола. И человек, который хотел посвятить себя Богу, он брал ту цену, за которую его могли бы продать в рабство, но это его деньги. Брал из тех денег, которые были, и жертвовал на храм. То есть он не становился рабом, он оставался свободным, но он этим актом символическим показывал, вот если с точки зрения существующей социальной системы отношений, я стою столько, вот я все это отдаю. Я не знаю, как пройдет моя жизнь. Проживу я долго, мало, но я хочу всю эту цену отдать. Это на самом деле был великий урок смирения для этих людей, потому что их оценивали не по положению, там, священник, богатый, бедный, а возраст, пол, и каждый мог заплатить одинаковую цену. Если же он беден и не в силах отдать по оценке твоей, то пусть представит его священнику, и священник пусть оценит его соразмерно с состоянием давшего обет, оценит его священник. И этот нищий как бы начинает выкупать себя у бога. Почему? Потому что чувствует себя обязанным богу всем. Это тоже был очень интересный акт самопожертвования. Если же то будет скот, который приносит жертву Господу, то все, что дано Господу, должно быть свято. Вот по отношению к людям нет вот этого принципа святости, потому что никто не собирается их сжигать. Наоборот, святостью их делает сам акт. Человек стремится к тому, чтобы всецело отдать себя на служение Богу. А в случае с животными смотрели, чтобы было все чисто. «Если же то будет скот, который приносит жертву Господу, то все, что дано Господу, должно быть свято. Не должно выменивать его и заменять хорошее худым или худое хорошим. Если же станет кто заменять скотину скотиной, то и она, и замена ее будет святыней. Если же то будет какая-нибудь скотина нечистая, которая не приносит жертву Господу, то должен представить скотину священнику, и священник оценит ее, хороша ли она или худа. И как оценит священник, так и должно быть. Если же кто хочет выкупить ее, то пусть прибавит пятую долю к оценке твоей». Здесь имеется в виду, например, днем, на праздник человек привел здорового быка и в глазах всех посвятил его Господу. Оценили все, эту жертву. Но он сказал, я его через неделю приведу, пока он мне нужен. Он имел на это право. А через неделю, когда народу мало рядом с храмом, и уже другие священники служат, другая череда, он приводил какого-то бычка. И его принимали. Да, это не тот роскошный бык, это хромающий бычок какой-то. Но это считалось неправильно. Все, что посвящалось, совершенное, несовершенное, старое, молодое, больное, здоровое, все принималось. И в данном случае человек вынужден был отдать и здорового быка, и больного. Если же кто хочет выкупить ее, то есть жертву, то пусть прибавит пятую долю к оценке твоей. То есть еще как бы штрафные санкции. Опять же, ради этого человека, чтобы его жертва была совершенной. Если кто посвящает дом свой, святыню Господу, то священник должен оценить его, хорош ли он или худ, и как оцелит его священник, так и состоится. Если же посвятивший захочет выкупить дом свой, то пусть прибавит пятую часть серебра оценки твоей, и тогда будет его. Что значит посвятить дом? Человек приводил священника, который занимался казачейскими делами, и говорил, я вот свой дом посвящаю Господу, бесплатно отдаю на храм, но пока я жив, я буду в нем жить. А вот меня не станет, все это переходит на храм, и храм распоряжается сам. И священник заключает эту сделку. И этот человек живет в доме, который как бы часть храма. Он посвящен храму. Он как бы в притворе храма живет. А потом ситуация могла как-то измениться. Например, там родственники приехали. Да какой храм, нам негде жить, ты помрешь, мы тебя похороним, нам нужен этот дом. И он обращался опять в храм к священникам. Ему разрешали выкупить. Но чтобы при этом подвиг-то его сохранился, здесь опять вот эти штрафные санкции. Если же посвятивший захочет выкупить дом свой, то пусть прибавит пятую часть серебра оценки твоей. И тогда будет его. То есть никакого тут понуждения, насилия не могло быть. Пятая часть оценки, скорее всего, вносили вот те, которые хотели поселиться в его доме. А он уже старый, ему как бы не нужен. То есть они платили очень мало. Если поле из своего владения посвятит то Господу, то оценка твоя должна быть по мере посева. За посев хомера, ячменя, 50 сикелей, серебра. Если от юбилейного года посвящает то поле свое, должно состояться по оценке твоей. Если же после юбилея посвящает то поле свое, то священник должен рассчитать серебро по мере лет, оставившихся до юбилейного года, и должно убавить из оценки твоей. Ну, мы с вами уже выучили этот урок о юбилейном годе. Если до юбилейного года, предположим, 48 лет, то это дорого стоит, такое поле. А если там полгода, то это очень мало стоит. Поэтому тут надо было все соизмерять с другими законами. Если же после юбилея посвящает кто поле свое, то священник должен рассчитать серебро по мере лет, оставшиеся до юбилейного года, и должно убавить из оценки твоей. Если же захочет выкупить поле, посвятившее его, то пусть он прибавит пятую часть серебро оценки твоей, и оно останется за ним. Если же он не выкупит поле и будет продано поле другому человеку, то уже нельзя выкупить поле то, когда оно в юбилей отойдет, будет святыней Господу, как бы поле, заклятое священнику, достанется оно в владение его. Здесь имеется в виду, что человек может переменять свое решение, но он посвятил свое поле Господу. Потом он передумал и продал. А приближается юбилейный год. Когда юбилейный год, к нему поле не возвращается, к нему могут вернуться деньги, а поле возвращается церковь, которой посвящена эта земля от начала. А если кто посвятит Господу поле купленное, которое не из полей его владения, то священник должен рассчитать ему количество оценки до юбилейного года, и должен он отдать по расчету в тот же день, как святыню Господню. Поле же в юбилейный год перейдет опять к тому, у кого куплено, кому принадлежит владение той земли. То есть это временная церковная собственность. Всякая оценка твоя должна быть по сикеле священному. 20 гер должно быть в сикеле. Священный сикель – это монета, которая использовалась на территории храма. Ее можно было использовать вне храма, но в храм можно было вносить только эту монету. Почему? Помните, столы миновщиков денег были вокруг храма. Для чего они были? Если римлянин, иудей, приехал в храм, хочет там пожертвовать, он не имеет права входить с римскими деньгами, на которых изображение римских богов и римских императоров. Он менял по курсу эти языческие монеты с языческими изображениями на священный сикель. И там уже он мог распоряжаться. Поэтому были такие особые деньги. И всякая цена, когда оценивают что-либо, она тоже делалась не по языческим тугрикам каким-нибудь, цезарикам, а именно по священному сикелю. Только первенцев и скота, которые по первенству принадлежат Господу, не должен никто посвящать, вол ли то, или мелкий скот. Господни они. То есть первенцы и так считались Господни, их не посвящали. За них сразу давали выкуп на храм, и тогда они оставались в твоей собственности. Но посвятить их было нельзя. Если же скот не чистый, то должно выкупить по оценке твоей и приложить к тому пятую часть. Если не выкупят, то должно продать по оценке твоей. Только все заклятое, что под заклятием отдает человек Господу из своей собственности, человека ли, скотину ли, поле ли своего владения, не продается и не выкупается. Все заклятое есть в великой святыне Господне. Заклятое херем по-еврейски. В древности у многих народов существовало обычай. После победы всю добычу предавали заклятию и уничтожали ее. Израильтяне также следовали в некоторых случаях этому обычаю, но вложили в него религиозный смысл. Например, Иисуса Навина 6.16. Посмотрите. Согласно Левит 27.21, чисел 18.14, Иезекииль 44.29, заклятое отдается во владение священникам. Впоследствии заклятие получило смысл безоговорочного отделения от язычников идолопоклонства. Второзаконие 7.25, когда вот взятое у язычников отчуждается от язычников. Ну, например, изображение их богов. Все это перекомывали, чтобы никаких не было следов этих изображений. Это была форма борьбы савада-зара, то есть с чуждым служением. Все заклятое, что заклято от людей, не выкупается. Оно должно быть предано смерти. Имеется в виду, этих животных не приносили в жертву, но и не могли их продать. Единственное, что разрешалось, можно было выделывать шкуры. То есть не обязательно было это сжигать. И всякая десятина на земле, из семян земли, из плодов дерева, принадлежит Господу. Это святыри Господня. Если же кто захочет выкупить десятину свою, то пусть приложит к цене ее пятую долю. И всякую десятину из крупного и мелкого скота, из того, что проходит под железом, десятая должна посвящать Господу. О чем тут? Ну, например, я заплатил десятину. Но я ее заплатил раньше времени. А мне неожиданно понадобились деньги. И я прихожу в храм и говорю, я возьму десятину свою, но, естественно, верну с добавкой. Потому что это уже как бы отдано Богу, а я вот не рассчитал. Мне понадобятся какие-то деньги. И закон допускал и такое гибкое решение вот этой ситуации. Не должно разбирать, хорошее ли то или худое, и не должно заменять его. Если же кто заменит его, то и само оно, и замена его будет святыней, и не может быть выкуплено. То есть все, что дается, все, что жертвуется. Если это не связано с Абадазара, с чуждым служением, то это принимается. Когда люди посвящают это Богу добровольно. Вот заповеди, которые заповедовал Господь Моисею для сынов Израилевых на горе Синай. Итак, братья и сестры, сегодня мы завершили очень трудную работу. Для меня это была очень тяжелая работа. Мы изучали самую сложную книгу Библии. Я чувствую всегда вашу молитвенную поддержку. Как вы, заходя на сайт Экзегет, молитесь за то, чтобы тот или иной цикл, начавшись, он продолжался бы до конца. И с Божьей помощью мы сегодня окончили эту работу. И убедились, что действительно все писание полезно для научения, для обличения, для наставления веры. Как и эта святая книга, книга святости, по-еврейски Вайкра, славянской традиции, книга Левит. Спасибо вас, Христос.